Доброго времени суток! Сейчас такой вот короткий ролик о том, как самостоятельно изготовить лабораторную петлю. Значит, вот в кадре вы видите два таких вида лабораторной петли. Я вот эти лабораторные петли покупал в магазине медтехники. В то время я еще мало разбирался в этих вопросах. Трудно там долго искали где-то эти петли по производителям. Но в конечном итоге нашли. Я заказал вот две таких. И мне было интересно, что вот эти две петли стоили тогда 70 гривен. Это почти там 10 долларов. То есть 5 долларов вот эта петля. На самом деле, чем оказалась вот эта петля? Вот сама металлическая часть. Это есть обыкновенная спица от велосипеда. Ну и тут какая-то эбонитовая такая ручка. То есть нет смысла покупать... Ну и вот этих конечников там, естественно, что не было. То есть нет смысла никакого покупать за такие деньги, в принципе, спицу от велосипеда. Вот. И не изобретать колесо. Это можно такую вещь смастерить абсолютно самому. То есть ручку я посоветую не делать деревянную. Потому что ее придется обрабатывать, опускать в спирт. И на дереве много остается инфекции. Поэтому сделать ее лучше из какого-то пластика. Или выточить, закрепить вот эту спицу. Вот этот набалдажник от спицы, он очень толстый. В процессе прогревания вот этой петли он будет нагреваться, очень долго остывать и будет плавить в среду. То есть его пришлось сточить. Но в этом случае при сточке она где-то потерялась. И лучше всего вот это все просто заклепать. Вот. Теперь два вида. Видите, что она одна такая длинная, а другая короткая. Эти две петли предназначены для двух разных целей. Вот эта длинная, она предназначена для работы с пробирками. Сейчас я покажу крупнее, как она выглядит. Но главная задача и цель ее вот в следующем. Она должна быть длиннее, потому что нам нужно будет вот забирать материал из самой пробирки. И довольно-таки глубоко туда проникать. Фактически мы будем отрезать части вот этого агаровой среды с мицелием. Вот таким образом. Поэтому вот эта петля сделана и заточена следующим образом. Сейчас я покажу крупнее. Вот, посмотрим. Вот в фокусе. Вот сейчас вы увидите. Она расклепана. Как видите, она напоминает по внешнему виду, напоминает серп. И очень тонко заточена так, чтобы она была как ножик. Очень удобно вот такой вот петлей пробирки. Вот таким вот образом мы можем отрезать небольшое количество среды. Дальше вот это накалывать. И таким образом выносить из пробирки. Вот это такой вот вид для работы с пробирками. Вторая петля, она немного короче. Это сделано для того, чтобы иметь возможность работать с чашками Петри. Здесь техника будет немного другая. Сейчас покажем, как это происходит. Эта петля будет предназначена для того, чтобы брать кусочки агара из питательной среды. Поэтому она короче. Нам не нужно такой большой длины для того, чтобы попасть в чашку Петри. Но изготовлена она немножко другим образом. Я вот посоветую вам тоже смастерить такое. Сейчас я покажу крупнее, как это выглядит. Видите, она очень тонко скошена, но имеет такую более сложную систему. С одной стороны у нее сделана вот такая вилка. Этой вилкой можно накалывать кусочек агара. Вот эта вилочка внизу. И с другой стороны у нее есть вот такой вот ножик. Тоже довольно-таки остро заточенный. Для того, чтобы этим ножиком мы можем вырезать кусочки среды, которые нам будут необходимы в процессе работы. Вот. Этим ножиком мы кусочки среды отрезаем. Таким вот образом отделяем ее от стекла. И можем накалывать и легко сбросить его при пересеве или посадке. Вот такой вот простой совет, как сэкономить 10 долларов и в принципе не покупать спицу от велосипеда за 5 долларов. Желаю вам творческих успехов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...